и всем привет меня зовут лена крупина сегодня предлагаю вспомнить все громкие скандалы которые произошли за 2023 год и понять что это значит для нашего мира гимнастики сегодня но для тех кто пропустил будет повод узнать что же обсуждаемого происходило в прошедшем году в гимнастике и перед началом видео не забывайте подписаться для канала для меня это по-прежнему очень важно начало года продолжилось скандалом в итальянской федерации с главным тренером эммануэлла макарани и ее помощницей ольгой тишиной несколько бывших гимнасток обвинили их в психологическом давлении насилие и несоответствующих методах тренировок после обвинений по всей италии началось большое судебное разбирательство в котором давление на гимнастик и тренеров оказывалось не только судебным процессом но также и сми которые это все разгоняли имандела макарани даже высказал мнение что гимнасткам заплатили за то чтобы они рассказали своей истории однако гимнастки это отрицали в итоге после чуть больше года разбирательств суд встал на сторону эммануэллы макарани и ее оправдали во время судов макарани говорила что несмотря на все разбирательство доведет свою команду до олимпиады в париже так уже после завершения скандала эммануэллы макарани вернулась на пост технического директора сборной. Получается, что она продолжит готовить свою команду и для нее все вернулось на свои места. Вот правда слухи о том, что она уйдет после Парижа до сих пор уходят. Последствия вылезли и для других тренеров. Так, в процессе проверок обнаружилось реальное злоупотребление полномочиями у тренера Стефании Фольятты. Ее отстранили от тренерской деятельности на год за жестокое обращение с юными гимнастками. В расследовании обнаружили 8 жертв, а на мобильных телефонах нашли записи некоторых эпизодов. Одной из самых известных учениц стала Алича Тольетти, которая также пострадала от насилия со стороны тренера. Алича Тольетти завершила карьеру, однако после того, как вся история всплыла, она спустя время получила приглашение тренироваться в другом клубе Италии. И мы даже уже видели не одно ее выступление на различных турнирах. Что касается Стефании Фольятты, она подавала иск об оправдании, но иск был отклонен. В плане работы тренерства в одном из СМИ писали, что она нашла новую работу и больше не хочет иметь ничего общего с художественной гимнастикой. Хотя ранее клуб, в котором она тренировала, принадлежал ей. Еще один итальянский скандал, который потряс весь наш мир, это, конечно же, уход Джульетты Канталупи. Кто-то также этот факт привязал к судам. Очень много слухов и причин обсуждали, почему личный тренер одной из сильнейших гимнасток Италии оставил гимнасток за год до самого важного старта спортсмена. Одной из основных причин называли то, что Канталупи связана с началом этого скандала. Однако, конечно, подтвержденной информации и фактов об этом нет. Но ее уход был очень неожиданный. Еще на чемпионате мира в августе об этом были только слухи во внутренней кухне. И только в начале сентября появились уже первые факты о переезде. Выбрала для нового места тренировок Джульетты Канталупи Израиль. С ней уже заключили контракт и сейчас она занимается юниорками сборной Израиля. Возможно, она примет участие и в подготовке гимнасток взрослых в Израиле. Ну а что нам известно про итальянский гимнасток? София Рафаэлли и Милена Балдасари остались без своего личного тренера, в тандеме с которыми они удивляли как минимум постановками весь наш мир. Сейчас большая интрига, как София и Милена будут смотреться на мировое арене со сменой своего тренера. Ну а в Израиле явно стоит поджидать очень сильное юное поколение. Небольшой скандал, который так и не перерос во что-то большое, да и мы о нем быстро забыли, это смена с Теляной Николовой и Евой Бризалеевой из своего клуба. Тогда писали, что Ева меняет клуб из-за проблем с тренером. Об этом тоже мы отдельно говорили, что у Евы с тренером возникло недопонимание и лично президент клуба и ее первый тренер попросили покинуть Еву клуб из-за того, что гимнастка не присутствовала на церемонии награждения. Причины смены клуба с Теляной так и не назвали, а ситуация постепенно замялась. После того, как Федерация Болгарии пояснила, что какие-то проценты с призовых денег с гимнасток еще несколько лет будут получать их предыдущие клубы. Для нас с вами на международных турнирах особо ничего не поменялось. Мы как следили за гимнастками в составе сборной Болгарии, так и продолжаем. Еще один скандал, который меня точно шокировал, это закрытие сайта Беатрис Вивальди. Федерация гимнастики Италии через суд потребовала закрыть сайт из-за обсуждений, которые там происходили в комментариях, в том числе и от бывших гимнасток сборной. Самое удивительное, что сама федерация пользовалась материалами, которые были сделаны Беатрис совместно с ее отцом, в том числе и на судейских семинарах. Так закрытие стало большой потерей, так как материалов было очень много. Но Беатрис открыла новый сайт BlaBlaJim, о котором я часто рассказываю в телеграм-канале и делюсь интересными статьями и подборками, которые делает Беатрис уже на новом сайте. Большой скандал всплыл в Израиле с подкупом судей, однако его тоже быстренько замяли. Для тех, кто пропустил, журналисты написали расследование, в котором рассказали, что сборная Израиля с тогда главным тренером Ириной Викдорчик и другими судьями осуществляли подкуп судей на международных соревнованиях для достижения высоких результатов. В расследовании упоминали родителей, которые подтверждали поборы со стороны тренерского штаба для получения более высоких оценок на соревнованиях. Ирина Викдорчик также была неоднократно замечена в различных скандалах в Израиле, однако под конец 2023 года она выиграла судебное дело о клевете в ее адрес и вернулась в Израиль после того, как поработала тренером со сборной России. Скандал с взятками же так и не развили и ничего не доказали, однако в головах фанатов осталось очень много мыслей на этот счет. Очень много пообсуждали и поосуждали Лалу Крамаренко и ее образ в полуголом купальнике и с серебряной головой. Желание всех удивить было достигнуто. Наш мир разделился на два лагеря. Те, кто посчитал, что это перебор и те, кому эксперимент понравился. Кто-то говорил, что это вина тренеров и стилистов, что Лала выступила в таком образе. Но, как выяснилось, спустя время идея с головой и ее покраской была только Лалы. А вот историю с самим купальником так и не обсуждали публично. Но недавно он был замечен на другой гимнастке, что сразу вызвало воспоминания и обсуждение, почему в нем вообще еще выступают. Лалу мы больше не видели с серебряными волосами и с таким привлекательным образом. Но, кто знает, может в этом году кто-то из гимнасток сборной нас еще удивит. Лалу успели пообсуждать и из-за ее травмы. Так, в начале года на гран-при отец Лалы рассказал, что она выступает на обезболивающих и у нее серьезное повреждение костно-поясничного отдела. Так, на самом гран-при она выступала с болью и пропустить старт не захотела. Благо, после турнира Лала взяла перерыв и восстановила свое здоровье. Удалось ли полностью поправить спину, Лала не делилась, но на турнирах выступала в хорошей форме и неоднократно выигрывала после восстановления. Еще один скандал, связанный с гимнастикой России, это отстранение Ирины Виннер от международных стартов на два года. Так, по решению дисциплинарной комиссии, ей запрещается участвовать и получать аккредитацию на какой-либо международный старт. Причиной дисквалификации стали разбирательство и высказывание Ирины Александровны после Олимпиады в Токио. Громких слов в адрес судейства и конфликта с Натальей Кузьминой, на тот момент главой техкома, которую сняли с кандидатуры на новый срок. Изначально была проблема с отсчетом срока дисквалификации, он был запутанный и сложный, но через встречные иски Ирина Виннер выбила себе просто двухлетнюю дисквалификацию и, кстати, до сих пор продолжает подавать встречные иски. Хотя по факту, учитывая, что Россия в международных стартах участия не принимает, и Ирина Александровна категорично высказывается в адрес участия в турнирах без флага и гимна, а также учитывая тот факт, что почти все последние крупные старты она курировала из России, то по факту эта дисквалификация ни на что в данный момент не влияет, да и удаленно она уже привыкла работать. Так две Олимпиады подряд она провела удаленно, курируя и личниц, и групповичек. Обсуждали предположительное завершение карьеры Баряны Колейн. Так она столкнулась с проблемами по здоровью, из-за чего вынуждена была пропустить главный старт 2022 года. Восстановление и возвращение в форму проходило очень тяжело. Более юные гимнастки поджимали, она даже брала перерыв в тренировках, из-за чего было много разговоров о том, что Баряна может завершить карьеру. Однако к чемпионату Европы она все-таки полноценно вернулась и выиграла абсолютное золото. В этом сезоне ей определенно будет еще сложнее, так как на сеньорскую программу перешли еще юные гимнастки. Окрепли гимнастки, которые уже не первый год будут выступать по сеньорам, но и в этом году будет отбор на Олимпиаду. А в сборной Болгарии обычно отбирают по спортивному принципу, так что напряжение для Баряны будет немаленьким. Молдова одна из стран, которая привлекла к себе внимание неспортивным принципом отбора на чемпионат Европы. Так одна из сильнейших гимнасток Вероника Штурмилова осталась без важного для нее старта из-за разборок тренеров. Так на чемпионате Европы Федерация Молдовы заявила гимнасток, которые по факту были слабее Вероники, но выступили на нужном турнире. Как объяснила Федерация, что нужный он был потому, что Федерация приняла решение, что именно на нем будет проходить отбор на чемпионат Европы. Но Вероника на этом турнире не выступила. По словам президента, от турнира отказался тренер Вероники, хотя тренер эту информацию опроверг, сказав, что им даже не предлагали. Самое обидное для гимнастки вышло то, что одна из спортсменок, которая представляла Молдову на чемпионате Европы, даже не являлась членом национальной сборной. Еще любопытным фактом было то, что Федерация имела три места на чемпионат Европы и могла послать трех спортсменок. Однако такой возможностью представители Молдовы не воспользовались, и Вероника осталась без чемпионата Европы. Подобная ситуация произошла и в Латвии. Первый номер сборной Николь Васильева, завоевавшая для своей страны на чемпионате Европу квоту на чемпионат мира, не поехала на самый главный старт. Вместо нее представлять страну отправилась Санта Степулане. Как объяснила Николь в своих соцсетях, что гимнастка, которая будет представлять страну, выбрана по личному предпочтению, а не по спортивному принципу. Так, на том же чемпионате Европы Николь была выше Санты на две позиции. Также чемпионат Европы стал обсуждаемый на рабочие, нерабочие кондиционеры. Так, зрители в зале жаловались, что кондиционеры то включали, что становилось проблемой для выступления некоторых гимнасток с лентой. Однако после турнира организаторы настоятельно требовали удалить посты о кондиционерах. Так, Софью и Рафаэлли посчитали наиболее пострадавшие от этого искусственного ветра, так как на ее выступлении было прям заметно, как лента меняет траекторию. Но здесь любопытный факт, что Джульетта Канталупи, тренер Софии, опровергла эту информацию и сказала, что кондиционеры не мешали. Однако люди, находившиеся в зале, от своих слов не отказались, подтвердив, что чувствовали порывы ветра. Не совсем скандал, но любопытное событие, которое вызвало огромное количество обсуждений – это паук на одном из турниров и мужчина с ребенком, который спас Лилиану Левински. На ютубе это короткое видео набрало несколько миллионов просмотров. Еще одно событие, которое удивило всех – это дисквалификация юниорской сборной Италии на чемпионате мира среди юниоров. Так, гимнастки боролись за пьедестал, однако за упражнения с пятью мячами оценку не получили. Как позже объяснили, причиной стала ошибка при регистрации команды и факт того, что в официальном списке числилась одна гимнастка, а по факту выступала другая. Для многих это стало большим удивлением, особенно учитывая, что в команде Италии работают настоящие профессионалы, которые явно на таких больших турнирах выступают не первый год. Еще одним большим обсуждаемым событием года стала Влада Никольченко и ее действия в мире гимнастики. Так, для начала она шокировала всех своим возвращением после двухлетнего перерыва, а затем приняла участие в чемпионате Украины, а позже и в других турнирах. Под конец года она удивила своим очень негативным высказыванием в адрес Польши, после чего Федерация Украины обещала разобраться с Владой. Последствиями в итоге стало исключение ее из сборной Украины. По крайней мере, так написали в СМИ. Влада после скандала принесла свои извинения, но самое любопытное, что в этом году Влада выложила фотографии из родного зала сборной, где поделилась, что продолжает тренироваться. У многих, конечно, возникли вопросы, исключили ее все-таки или нет, и что в итоге будет с Владой, и будет ли она бороться за место на Олимпиаде. Еще один скандал в сборной Украины произошел с Евой Милищук и Анастасией Возняк. Так, гимнастки были членами групповой команды, но потом неожиданно не выступили на чемпионате Украины. Как рассказали сами девочки, что причиной стал конфликт с главным тренером и ее желанием поменять состав. Самым неприятным моментом стало то, что изменения происходили незадолго до чемпионата мира, где команда Украины должна была заработать путевку на Олимпиаду. Федерация и Ирина Дерюгина конфликт так и не прокомментировали, а вот гимнастки Украины в обновленном составе квоту все-таки для страны в Париж заработали. Любопытный момент произошел на играх стран СНГ. Там всплыла откровенная кража постановки. Так, юниорская сборная Кыргызстана использовала куски упражнения команды Турции, с которыми гимнастки выступали на юниорском чемпионате мира. Самое удивительное, что после того, как это вскрылось, команда Кыргызстана с финалов снялась. Комментариев от официальных представителей не было, но вот гимнастки Кыргызстана в наш чатик забегали и были удивлены, что стали настолько популярны. Ну и, наверное, самая скандальная тема, которая беспокоит нас до сих пор, это не допуск российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах. Ну, точнее, с 1 января 2024 года их допустили, но критерии допуска кажутся невыполнимыми. Ну а самой большой проблемой стал запрет Европейской Федерации Гимнастики участвовать в чемпионате Европы гимнасткам России и Белоруссии. А это, по факту, был шанс отобраться на Олимпиаду. Этот вопрос в любом случае пока остается открытым, и до начала Олимпиады, мне кажется, мы будем продолжать себя тешить надеждой, что вдруг кто-то из России и Белоруссии сможет выступить на главном старте в жизни каждого спортсмена. Ну что, освежили в памяти все важные скандалы и горячие темы 2023 года? Пишите в комментариях, следили ли вы за развитием всего этого и что для вас было особенно важным. Ну а мы продолжим следить за миром гимнастики и узнавать, чем нас порадует или огорчит этот год, учитывая, что год олимпийский и внимание приковано к спорту будет в разы больше. Ну и помните, что я вас всех очень сильно люблю, увидимся в следующем видео и пока-пока!